и я вновь искренне рад приветствовать всех подписчиков и гостей канала от тела к духу символично то, что данная возможность у меня появилась в канун нового года по старому календарю и поскольку данный видеоролик является первым в 2016 году давайте будем считать его своего рода добрым посылом ко всем нам независимо от страны проживания, национальности, вероисповедания и так далее к огромному сожалению, прошедший 2015 год не прибавил всем нам оптимизма на будущее как на постсоветском пространстве, так и в мире в целом и опять же исходя из событий осени 2015 года в той же Сирии и опять же, к огромному сожалению, мы не наблюдаем какой-то вменяемой картины относительно той авантюры, в которую были втянуты две страны Украина и Россия и эта трагедия усугубляется еще и тем что мы осознаем что являемся пешками в чужой большой игре по переделу мира но тем не менее, жизнь продолжается мы ищем и находим возможности не существовать, а жить оставаться людьми, не опускаться ниже плинтуса и безусловно, нам в этом помогают родные, близкие, друзья наши способности, увлечения и так далее все то, что формирует наш внутренний стержень и внутреннюю силу поэтому я очень надеюсь, что и данный канал и те видеоматериалы, которые я стараюсь периодически выпускать в какой-то мере помогают вам по укреплению как тела, так и духа по развитию и телесному, и духовному я действительно в это надеюсь и опять же, исходя из своего собственного опыта я неоднократно повторял во многих материалах о том, что все предоставленное является обобщенным опытом многих и многих поколений как Востока, так и Запада а также из своего опыта и в большей мере я, безусловно исхожу из собственного опыта из того опыта который позволяет мне через призму моего восприятия предоставлять вам вот те определенные возможности техники и потенциальный результат которому я больше чем уверен 99,9% адептов могут прийти еще раз повторюсь что в наше неспокойное можно сказать тяжелое время эти практики помогут нам удерживать тот внутренний баланс который является основой основ любые практики как физические так и духовные призваны совершенствовать нас развивать нас только в позитивном направлении к огромному сожалению мы часто вокруг себя видим несколько иную картину если опять-таки говоря о нашем направлении о развитии физическом а уже через физическое развитие совершенствоваться в духовном нравственном плане то картина достаточно печальная вы можете зайти на необъятные просторы социальных сетей посмотреть блогеров посмотреть псевдоучителей которые возможно достаточно компетентны вот в этом узком направлении в том же физическом развитии по развитию тела по развитии силы выносливости по развитии каких-то боевых навыков и наблюдая за этими картинками мы видим что сами эти люди которые взяли на себя право о чем-то вещать говорить даже по делу и даже вполне профессионально сами еще не выросли до того уровня чтобы это кому-то передавать что я имею в виду обратите внимание на их комментарии на их переписку на форумах с иными участниками вы заметите очень характерную тенденцию абсолютное невосприятие иного мнения тем более если оно противоположное ихнему мнению огромное тщеславие определенной степени зависть не толерантное отношение и в целом ну не любовь к людям по большому счету а так не может быть это парадоксальная картина но так быть не может человек который практикует физические какие-то упражнения духовные упражнения он на определенном этапе должен перерасти стать выше всего этого и в целом все это культивирует доброту и доброе изначально доброе отношение ко всем людям то ситуативная ситуативная реакция это совершенно другое испокон веков воин являлся своего рода сплавом возможностей и способностей боевой машины которая работает на поражение и духовным лидером и способностей духовного лидера то есть сочетание способностей нанести поражающий удар и при этом оставаться высоко нравственным глубоко нравственным человеком и опять таки исходя из этого древние учителя ну и в принципе есть определенные страны где вот эта схема и работает сами никогда не искали учеников ученики приходили к ним и далее далее по мере совместного проживания с ним наблюдая за этим учеником ежедневно ежечасно учитель уже решал для себя что можно данного адепта вложить а что категорически исключено обучать и это неспроста так было этому учила жизнь этому учила объективная жизнь поэтому мы должны работать на совершенствование если не происходит позитивные какие-то изменения в нас значит мы делаем что-то не так и на это я бы хотел чтобы вы обратили внимание обратили внимание потому что все что мы делаем должно работать на позитив поэтому друзья мои наступающем 2016 году я желаю всем нам внутренней гармонии внутреннего мира в первую очередь что и будет являться залогом нашего здоровья как физического так и духовного я желаю максимального понимания нас окружающим миром и понимания окружающего мира в себе желаю успехов во всех благих начинаниях желаю мирного неба над нашими странами и мира в домах слоган годом а 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 Продолжение следует...